...и развлечения, education и entertainment. Существует, как минимум, два направления в этой сфере. Это пассивное такое обучение и активное. Вы сами понимаете, что в одном случае акцент сделан для тех, кто не слишком материирован, чтобы увлечь этих людей какими-то вещами игровыми, деятельностями. И второй вариант этой технологии – это работа с разными источниками, такая активная для детей, которые уже имеют интерес к теме, в которой вы, собственно говоря, работаете. Ну и здесь же встает вопрос, стоит ли использовать гаджеты в этой сфере. Ну, я думаю, что сегодняшние выступления на пленарной части убедили нас в том, что это уже неотменимая часть нашей жизни, и не только наших детей, но и нас самих. Ну и помимо того прочего, реформа образования, в частности, новые профстандарты, говорят о том, что одним из самых, скажем так, востребованных навыков для педагога является владение информационными технологиями. Это диктуется тем, что мы на сегодняшний день перешли от такого, скажем, промышленного общества к информационному обществу. И большую роль здесь играют научные знания, информации и навыки работы с ним. Естественно, что очень важно педагогу уметь передать навык работы с информационными технологиями, с ресурсами и с оборудованием, которое используется в этой сфере своим детям. Если педагог этим владеет, то передавать ему, собственно говоря, и нечем. Вы не можете научить других тому, чем вы не владеете сами. И здесь очень интересный момент есть. Очень многие педагоги говорят, это поезд не мой, я буду садиться никуда, у меня уже столько лет, не хочу не догонять, ничего, затяну до пенсии и все. Хочу вас обрадовать, все, наверное, слышали о том, что пенсионный возраст, медленно, но верно, будет отодвигаться. Поэтому, я думаю, для некоторых уже не актуальна такая отговорка. Ну и как используют все вот эти информационные, скажем так, технологии, в основном сейчас акцент делается на использовании так называемых облачных ресурсов. Я не знаю, в курсе ли, что это такое, большая часть. Облака, все думают, что это что-то такое, знаете, действительно облачное, эфемерное. На самом деле это реальные физические носители, распределенные в определенных дата-центрах по всему миру, доступ к которым обеспечивают крупные корпорации, способные задержать эти дата-центры. Вот и все. Какие-то эти корпорации в рекламных целях на начальном этапе раздают очень большие объемы хранения, какие-то маленькие, какие-то раздают большие, скажем так, рекламируют, а потом урезают это дело. В общем, все это меняется тоже очень довольно быстро. Но тем не менее, к таким, скажем, облачным всевозможным хранилищам вы имеете доступ через определенные устройства. Это может быть и стационарный компьютер, и любое мобильное устройство. И вот теперь поговорим об обновлении программ в дополнительном образовании. Я работаю, я еще раз напомню, думаю, что это может пригодиться любому учителю из школы. Мы у себя занимаемся обновлением программ не только содержательного плана, но и, скажем так, они по формам новые используем, или даже, может быть, какие-то пространства новые. И, в частности, я хочу маленький такой обзор продвижаться, сделать по формам вот этой самой технологии тютейма. Я думаю, для некоторых многие слова будут вообще первыми услышаны, поэтому я очень быстро буду пробегать по нему. Комментарии есть, их успеете прочитать. Печеркнича. Это формат, когда человек делает презентацию, и, как вы видите, в ней оговоренное количество слайдов, 20 штук, по 20 секунд на каждую. То есть презентация занимает совсем немного времени. И вот в таком режиме дачественном человек рассказывает о теме, которые он хочет преподнести тем, перед кем он выступает. Это можно принести и в образование, и тогда вы можете задать очень интересный, необычный формат вашего занятия. Это и стационное, это будет занятие, или учебное, неважно. Форма очень прижилась. Сейчас целые клубы существуют в печи-кучей. Еще одна форма спитинг. Я думаю, очень многие из вас замечали, что дети любят жевать, когда что-то слушают. Но вот спитинг – это некая такая форма интересная. Это необычный рассказ, обреченный с черепитием. Это не значит, что все время гремят ложки, вилки и стаканы. Нет, просто человек может по ходу дела немножко подкрепить себя какой-нибудь печеньюшкой и чуть-чуть бы обречает. Но самое главное для того, кто здесь выступает в таком формате, это задать тон всей встречи, аудитории. Вот, допустим, я знаю, что есть такой очень интересный специалист по спитингу, Андрей Марков. Он занимается эволюционными вопросами. И одну из своих таких встреч он начал довольно необычно и интересно. Он посадил всю аудиторию за столики. И на столиках положили, значит, разные приборы. На одном вилке, на другом ножике, на третьем там палочки для японской еды. И всем поставили тарелку со спагетти. И еще одну пустую тарелку. И попросили в самом начале, перед лекцией, попробовать максимально быстро, с помощью тех приборов, столовых, которые есть, переложить спагетти с одной тарелки на другую. Но это надо было сделать хором всем четвери, сидящим за столом. И было довольно необычно. Таким образом, он подвел всех к мысли о кооперации, рассказывал, как и какую роль сыграла кооперация в эволюции. То есть вот здесь самое главное задать такой ток, чтобы вас потом очень внимательно слушали. Очень хорошая, необычная форма развлечения и обучения одновременно, так называемое бреколажирование. Когда вы можете совершенно из ненужных сторонних материалов, картона, каких-то кустырь, банок, бутылок, чего-то еще, попросить детей собрать некий объект, который, скажем так, будет связан как-то с темой вашего занятия или того материала, который вы им даете. Лекции в стиле ТЭК, я думаю, что здесь я особо распространяться не буду. Я просто предлагаю вам посмотреть, зайти на сайт ТЭК-конференции и посмотреть хотя бы парочку выступлений, которые набрали по 5 миллионов просмотров, по 10 и более. Это, скажем так, очень интересная такая форма-форума, где рассказывается о технологиях, о развлечении, о дизайне. Но там затрагиваются и научные темы, и дается всего 18 минут человеку на выступление. В эти 18 минут он должен рассказать о том, чем он занимается, максимально интересным образом. Там совершенно невероятные, скажем так, существуют форматы преподнесения информации. Если вам интересно, есть такая книга, выступление в стиле ТЭК. Если вы хотите сделать свой урок интересным, я вам очень рекомендую обратиться к этой книжке, потому что там потрясающие вещи и рекомендации дают авторы этого труда. Дальше уже более-менее знакомая для вас, скажем так, форма работы. Есть форумы по интересам или сообщества по интересам. Это на базе платформ соцсетей существует или прямо форумов как таковых. У нас, допустим, в нашем учреждении, я знаю, у Елены Юрьевны, очень хороший форум, классный пёс. Через него завязано практически всё. Вся деятельность детского обучения. И обучение, и сотрудничество с родителями, и с выпускниками. Это такая живая, огромная машина, которая позволяет функционировать объединение уже не один десяток лет на сегодняшний день. Ну и есть такое направление, которое называется гемификация. Ну и графикация, проще говоря, обучение. И здесь, ну наиболее популярный на сегодняшний день, наверное, был в Елене Набж, да, приложение. Все знают, дидактический онлайн-сервис, который позволяет создать в России не такие игровые, тестовые задания. Ну не только. Там можно и теорию преподносить очень необычным, интересным способом. И отслеживать динамику, скажем так, статистику выполнения этих заданий в классе. Ну вот на сегодняшний день, мне, допустим, еще привлекательнее кажется в этой сфере такая штучка. Здесь написано «Код ученый». На самом деле есть такой конструктор, онлайн-конструктор, называется Meetup Inventor 2. Это конструктор, который позволяет педагогу, не обладая супер-купер знанием в области программирования, собирать приложения под Android. Игровые, любые ресурсные, какие угодно. Обучение, скажем так, как работать с этим совсем, вы можете поискать на платформе «Образовательная галактика Intel». Там целый мастер-класс есть на эту тему. Дальше, значит, ну это уже как-то довольно известная, широко известная вещь. Клэсты и спеек-рубы. Ну понятно, что в одном случае это жанровая игра с решением головоломокозадачи, а в другом случае это условие такой депривации. Друга, которая собирается заниматься вот такой интеллектуальной игрой, закрывают в комнате, и они не могут из нее выйти, пока не выполняют определенные задания. На сегодняшний день в Москве есть центр, который располагается на десяти гектарах. Там существует порядка десяти разных квестовых помещений. На каждое из помещений было затрачено на оборудование порядка десяти миллионов рублей. Так что если хотите посмотреть, как это должно быть реализовано в вашей штате, можете в Москве сходить в такой центр. Ну и поговорим о гаджет-игре, которая была анонсирована в самом начале. Что это такое? Вот это такой замес, смотрите, видите, да, сколько направлений в одном объединено. Это у нас интеллектуальный конкурс, геокэшн, фотокросс, технология творческой визуализации, принеси свое устройство в класс, смешанная реальность, в общем-то все в одном флаконе. Как это выглядит? Значит, для начала стояла задача сделать так, чтобы детям было интересно обучаться в программе или в нескольких программах по какой-то одной теме. И при этом они еще развивали навыки вот этих вот владения информационными технологиями и устройствами. Потому что я вас уверяю, когда мы говорили, что они такие классные цифровые аборигены, они все умеют. Я сталкиваюсь постоянно обучая детей с тем, что эти цифровые аборигены не всегда умеют кнопки нажимать. Как это не прискорбно? Но это действительно так. Здесь мы еще можем их как-то подогнать. И вот в соответствии с целью игры, задачами игры, есть такой интересный, значит, прием создания точек фана. Заранее было неплохо продумать вот эту психологию игры, которую вы собираетесь создавать. Задания должны быть такими, чтобы их было не так просто выполнять. Это раз. И они должны быть распределены по времени выполнения таким образом, чтобы чем дальше вы двигаетесь по игре к ее концу, тем тяжелее и тяжелее становятся задания. Это такое накачивание своеобразной мускулы интеллектуальных и в то же время навыков владения цифровыми устройствами. Но об этом можно тоже говорить очень долго. Это очень интересная тема, довольно необычная. Там механика игры, точки фана, там вот текстура, игровой мир. Но продолжительность такой игры может быть разной. Максимальная игра, которую я проводила гаджет-игру, она длилась чуть меньше обычного учебного занятия. 35 минут. Есть более продолжительные игры, когда мы играли, допустим, 3 часа подряд, и есть вариант, когда вы можете на несколько дней игру растянуть. Это ваше прерогативо здесь. Как конструируется гаджет-игра? Это замес такой используемой очень интересной, так называемой дополненной реальности, или просто смешения реальности. Когда вы берете физическое пространство, класс, неважно, это парковая зона возле вашей школы, или вся школа, может быть даже какой-то район в городе, или весь город, или, может быть, даже область становится вашей площадкой игровой. И с этой физической реальностью вы совмещаете через определенные, скажем так, места, где вы придумываете, как дети будут получать доступ к виртуальной реальности или к цифровой реальности. То есть это такой класс. В интернете вы делаете площадку, которую насыщаете каким-то материалом, информацией, заданиями по игре или чем-то еще. И у детей в физической реальности, по которой они перемещаются, должны быть такие своеобразные точки доступа вот к этой виртуальной коксине. Как это сделать? Это можно сделать либо через, ну вот здесь речь идет о месте проведения. Это можно сделать самым простым образом. Вот здесь вы видите QR-код. Размещая прячь их в физических объектах, где-то или на физических объектах, вы задаете детям тон, где они должны найти эти подсказки, и находя их, они получают доступ к той самой цифровой реальности, в которой какая-то информация, которую они должны преобразовать, или получить прямо задание непосредственно и выполнить его. Ну, сейчас более просто, скажем так. Ну вот, проходя под QR-код, дети попадают на страничку с заданием. Видно, да? Это может быть задание простенькое. Посмотреть что-то, скажем так, обработать какую-то информацию, можно посложнее сделать. То есть, ну вот, есть другие варианты механизмов доступа, но я не буду уже останавливаться, время поджимает. Значит, чтобы найти эти QR-коды, дети должны знать, ну, хотя бы ориентировочно, как, где, что и сказать. Здесь тоже можно применить такой элемент игры. Я, допустим, создавала такие маршрутные листы, и в них использовались подсказки, где можно найти QR-код. Это может быть координаты места. Это может быть какая-то подсказка, такая аллюзия на что-то, чтобы дети догадались, где расположен QR-код. Вот такие вещи. Либо это какая-то фотография старинная этого места, и они должны это место опознать в сегодняшнем времени. Вот здесь ваше творчество вообще не знает, не видится абсолютно. Ну, а сами задания тоже вы можете сочинять различным образом. Можете здесь трист подключать, можете совместно несколько педагогов работать над заданием, если хотите сделать такую интересную вашу школу игру. Либо вы можете прям предметный образ взять. У меня такие игры были по астрономии, по информационной технологии. И теперь, значит, какие гаджеты используются? Самый простой вариант – это, конечно же, смартфоны и планшеты. Это самый простой вариант. На них устанавливаются программы для считывания QR-кодов, программы, которые необходимы для выполнения заданий, будут детям. И, собственно говоря, либо вы раздаете такие планшеты с предустановленным программным обеспечением, либо дети сами, на основании того, что они знают о предстоящей игре, закачивают нужные приложения и устанавливают их на свои смартфоны. Выполнение заданий вот здесь происходило вживую. В большей части, хотя были и домашние, я вижу, люди улыбаются, у которых дети участвуют в какой-то игре. То есть это выглядело примерно вот так. По городу рыскали дети с планшетами по центральной части города, потому что вот игра, о которой здесь идет речь, и фотографии, с которой представлены, самая масштабная, наверное, которую мы проводили, она была связана с 303-м Омска. И была задействована историческая часть города. В ней были спрятаны QR-коды, дети их находили, и тут же, в некоторых местах, прямо здесь же, на месте, должны были выполнить задания. Кто-то создавает, значит, рекламный ролик, кто-то должен был сделать определенный фотоколлаж и определить, допустим, элементы архитектурного стиля в каком-то здании. Кто-то должен был там сделать опрос, насколько люди хорошо знают мою шагину и, значит, сфотографировать там определенные объекты и представить эту информацию в виде такого вот, ну, инфографики, скажем так, там, коллаж такой своеобразный и какие-то должны были быть диаграммы. Ну, вот, видите, сами, время не очень теплое было. Тем не менее, ребятня возилась и делала. Вот это вот образцы выполненных заданий, кстати. Довольно неплохо, если учесть, что... Ну, это все на улице было. Да, это все на улице было, да. Но были и домашние задания, но тем не менее, вот как бы... Помимо того, что у вас есть вот пласт цифровой реальности, пласт физической реальности, где дети ищут выход из реального мира в цифровой и выполняют задания, они их где-то должны демонстрировать. У нас была задача научить детей использовать медиасредства для привлечения к своей работе как можно большей аудитории. И вот они делали это на площадке, созданном в специальном блоге. Здесь они выкладывали свои выполненные работы. У них был доступ авторов к этому блогу. Но также здесь была размещена информация, которая была необходима для подготовки к игре. Это тоже довольно несложно. Ну и, помимо того, жюри могло совершенно спокойно использовать этот блог, бегать по нему, смотреть количество просмотров того или иного выложенного материала, сортировать весь этот материал. И таким образом, в общем-то, была закручена игра. Я просто хочу сказать народу с профилем в соцсетях, из которых дети работали. Они привлекали болельщиков к просмотру. И в итоге у нас общая численность людей задействованных, скажем так, в просмотре их контента была равна порядка 60 тысяч человек. Дети имеют мощный инструмент в своих руках, если их научить грамотно этим пользоваться. И вот такие гаджеты игры вы можете, в принципе, проводить и в своем кабинете. Вы можете кабинет превратить в такую физическую реальность, из которой есть выход, в виртуальную реальность. Это может быть как угодно сделано. Ну вот, если у вас интерес есть к этой теме, мы в следующем году у себя в учреждении будем проводить ряд семинаров-практикумах о том, как это все можно сделать. Так что, милости просим, у нас есть профессиональный методический блог, на нем будут анонсированы эти занятия, они бесплатные, мы денег ни с кого не берем. Все. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.